Девушки отдыхают Девушки отдыхают Каждый из шариков является кнопкой, на которую можно наступить Или что-то с ней сделать, я не знаю, нажать на неё, прыгнуть В общем, это что-то типа твистера, только интерактивного И, соответственно, на какую кнопку вы нажмёте, таким образом персонаж на экране, ну или что-то на экране, выполнит определённые действия Этот контроллер, можно сказать, подключается ко второму слоту Nintendo Entertainment System И, соответственно, можно играть одновременно и с джойстиком, ну то есть управлять действием джойстиком И, соответственно, стоять ещё на этом пауэрпэде Соответственно, для него выходили игры, в которых нужно было якобы бегать, прыгать, ну или ещё что-то типа того делать И вышло всего 11 игр для него По сути, на нём как бы было две стороны То есть одна, на которой было всего 8 так называемых клавиш И вторая, на которой было 12 клавиш По крайней мере, те игры, которые я вам покажу, использовали сторону B На которой было 12 клавиш Ну и, по сути, в принципе, можно было и для стороны A разрабатывать эти игры Потому что, в любом случае, они не использовали всех, абсолютно все 12 клавиш здесь Которые есть на этой клеёнке Ну и разработана была эта клеёнка или этот контроллер Студия, которая называлась Bandai Сейчас она называется Namco Bandai Естественно, она была разработана эксклюзивно для Nintendo Entertainment System Ну и почти что все игры, кроме одной Для этого контроллера разработала сама Bandai Ну и игры не очень лучшего качества Но я ещё раз вам говорю то, что многие из них, во-первых, и смотрятся лучше того, что сейчас есть для Kinect Ну и представляют на себя хотя бы что-то историческое В отличие от того ТРШК, который выпускается для Удивительного, в кавычках, контроллера Microsoft Который уже никем не используется и всеми давно забыт Поэтому мы с вами начинаем снова-таки тематический Выпуск Ретро Дома Шоу Но перед тем, как мы начнём Рассматривать всё самое интересное в этом выпуске Надо что-нибудь принять для разукрева Узнаете, как бывает иногда на всяческих вечеринках И пускает сначала говнодиджеев городских Которые только вышли из школы, из девятого класса И сразу решили быть диджеями И поиграем немножечко в игру Side Pocket Естественно, сразу убираем Pocket Game Карманная игра Карманная, очень карманная игра Не знаю, почему её так назвали Сторонний карман Или сторонний пакет Я-я-я-я-я-я- Что происходит Окей Как вы поняли, наверное, уже Это симулятор пильярда И он вышел в июне 1987 года Сначала он был выпущен на Арканных автоматах в 1986 году Потом его портировали на различные системы Типа Sega Mega Drive, Sega Genesis И вот, например, Nintendo Entertainment System Ну и так далее, и так далее Это одна из самых популярных игр на Nintendo Entertainment System В плане симуляторов пильярда Ну и, насколько я понял Она была популярной в России По каким-то причинам Я только не знаю, почему Потому что я никогда не видел этой игры на картриджах Хотя я... Ну, хоть я и мало видел картриджей вообще На Nintendo Entertainment System Но вот эту игру я вижу в первый раз Я ее, правда, немножечко поиграл Вот я специально ее запустил Минут пять посмотрел И никак не мог вспомнить Играл ли я в нее вообще или нет Так вот Все, что нам нужно Это расчистить полностью Стол от... От шаров Нам нужно зачистить шары И вот теперь вы, наверное, видите в углу Вот в левом верхнем углу В рам верхнем углу Звездочка горит около вот... Вот здесь вот Горит около вот этой лузы И это значит то, что если мы попадем в эту лузу шаром И туда упадет шар То, соответственно, нам дадут больше очков Эм... Все, что нам нужно Это отпускать шары в лузы И все То есть у нас нет соперника У нас есть лишь ограничение по количеству ударов И, соответственно, по количеству очков Которые нам нужно набрать Хотя я здесь не вижу ограничений по очкам Но все, что нам нужно сейчас сделать Не получился удар Все, что нам сейчас нужно сделать Например, видно в левом верхнем углу экрана То есть, если мы забьем сейчас Пурпурный... Это же пурпурный цвет? Да, пурпурный цвет Шара Шар пурпурного цвета Следующим То нам дадут больше очков И, соответственно, у нас серия Серия забития шаров Не прервется Соответственно, чем мы Быстрее укладываем шары в лузы И чем Ну и в определенном порядке Тем лучше Ух ты, вот это получилось Абсолютно случайно И вот, по-моему, еще можно Как-то каким-то образом Видите? Вот нарисовано По центру Может, то, что можно ударять А можно не по центру То есть, вот Вверху экрана написано Куда можно ударять Эта цифру... Эта кнопочку Б нажал Просто может переключать Вид шаров Как они выглядят Сейчас попробую переключить Куда ударять По шару То есть, вот видите? Вот сейчас прицелимся в центр, да? Не получается Не получается У меня поменять Удар по центру Вот это снова получилось Случайно Я не могу поменять По центру Или не по центру Мне видеть Вот Ааа Случайно получилось Вот сейчас я тыкаю Все кнопочки Абсолютно И у меня не получается Ничего сделать Но сейчас, естественно Не закатится шар Хотя вот сейчас Я могу Запилить туда Подальше А вот Я уже сказал Что это одна из лучших игр Вообще В пламени симуляторов Вильярда На Nintendo Entertainment System И она, естественно Получила Несколько сиквелов Но они уже не относятся К нашему рассмотрению Так как Первый из них Который назывался Minnesota Fats Pool Legend Вышел на Sega Genesis Второй Side Pocket 2 Ну в том смысле Второй сиквел Который назывался Side Pocket 2 Вышел на Sega Saturn А Side Pocket 3 Вышел на Sega Saturn И на PlayStation 1 Эх Старт тыкаю Б тыкаю А, это просто Подтверждение удара Но я не могу Ничего сделать Ииии Давай катись 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 Дорогуша Хотя нет Вот сейчас я могу Забить Наверное Желтый шар Получится Не получится Нееет Сакбайблз Эмм У меня осталось По-моему Всего 3 удара Нет 2 даже удара Осталось Если бы я знал Как менять С центра На другое Ну в смысле Чтобы ударить Не по центру шара А сбоку То наверное Получилось бы У меня получилось бы Его забить Несколько раз Все таки Как-то Физику я знаю Как работает Физика бильярда Знаете Самый мощный Ударом Ударим Ну никуда Он не попадет Давай катись 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 Ах ты Скотина Ну естественно Если мы забиваем По порядку Или же Мы забиваем По порядку Шары Или соответственно Вот такие лузы Которые светятся То нам дают Дополнительно Еще и удары Давайте самым Мощным ударом Отправим Вот Вот это было нечто Что это такое Что за зон Естественно Я не попаду Опады Да Вот это был Классный Шар Он абсолютно Не ожидал Что получится Ударить Да Да, детка, да, именно так надо было начинать этот выпуск, да, да, иначе дальше бы просто снесло крышу мне, если бы я не прошёл бы сейчас эту. А что это такое? Ну, давайте попробуем. Это, наверное, какая-то бонусная игра. Ау-ау. Ау-ау. Никуда не попал. Я сакс. Эм, окей. У-у-у, там какая-то женщина. У-у. Ладно, невидимо уединяться, а мы с вами перейдём к мякишу этого выпуска. Итак, друзья, вот она, первая игра, которая, можно сказать, таки породила Kinect. Она называется Athletic World и вышла она в Японии 12 ноября 1986 года, а в Северной Америке в 1987 году вышла. Распотронялась она на территории Японии при помощи, или точнее силами компании Bandai. А в Японии, в Северной Америке она распотронялась руками Nintendo. Естественно, сразу мы пойдём к какому-нибудь бигинеру начнём играть. О-о-о, ты что ж, правда, что ли, мне в небо своё водить? Я... Слушай, ты вообще, что ли, меня... Меня Ара зовут, Ара, слушай. Ну, э, давай. А, ну мне самому водить, ну, короче, да. А как тут водить-то? Эй! Эй! Эй, я не понял! Что произошло? Я имя не ввёл, эй, слыши! Ты, ты кто? Ты кто такой, что меня так унижать? Надо селек там наживать, Ара, слушай! Вот так и бывает, Ара! Ара с... Лу! Да не с Лу! А с Лу! Лещай! Вай, как влезло, смотри, такой хороший просто! Вай, Ара, слушай, какой получился! Так, чё у нас дальше? Э-э-ге! Э-ге-ге! А, ну это возраст, наверное, да, ну мне, естественно, 14, да, ну я, я напишу, что мне 15, видите, я какой дерзкий просто! Это чтобы, если что-то, короче, мне сказали, в общем, когда вы катались вокруг школы, на тонированной сибёрке, просто охреневали, ещё перевоклащик подбирали, их тут же катали, в общем, чтобы ничего не сказали, потому что мне 15, а ещё потом с пацанами брали такой диск, знаешь, вообще! Брали домой приходили и просто охреневали от того, что там велел запрещут в России, знаешь, ну погоди, называется! Вот, вообще, секс! Эй! Эй! Что значит малый? Эй! Что значит, у меня многие сексы? У меня сексы многие, у меня нема... А что значит фэймали? Это малый и фэймали, а где многие, я не понял? Многие сексы у меня! Эй! Ну хорошо, нажмём малый, а то в самом деле, а-а-а, что такое-то? А я тут не хочу, чтобы мне говорили фэймали, у тебя сексы вообще! Что значит, да-то? Почему цифры и в буквы только вбивать можно, я не понял? Что, что ты хочешь? Ну я не знаю, да-да-давайте, да-давайте, где? Блони-двадцать-первый декаб-брат, два-два-два-два-два-двадцать... 2012-го года лобьём, говорят, это приколный такой дан будет, ва, счастливший! Так, нажимаем, господин, ты кто такой? Что? Эй! Бегать, давай! Ты работать будешь, нет? он не работает срочи господи что случилось я нажимаю все кнопка ничего не происходит какого черта эй эй алло гараж слушай он не хочет вашим сушил не хочет вообще работать такой дерзкий ты кто такой вообще стучи дерзкий давай давай работай я нажимаю все кнопка ничего не получается я я все кнопка нажимай он не хочет слушай и он вертонированный семерка испугался мой завист картридж я не знаю как это вообще возможно давайте я не знаю трайнинг включим а он не работает слушай почему ты не работаешь ты же ты должен работать я кнопочка нажимаю да и дорогой и ты не я может и ты из-за того что у меня секси мало он не хочет со мной общаться суши реально не хочет общаться какой ты плохой человек ты что ты что сделал то я не понял ну вообще какой-то отстой я не знаю давайте вот темный туннель это анус наверное почему они стоят почему черепаха то внизу я не понял что происходит вашей какого хрена давайте тогда другую группа смотрим я сюда пришел тут тоже короче турнамент какой-то есть ой господи не надо мне такой показывает вот вот нет я не розовый не надевают и что такое шутишь что ли надо мной лес хавэ эрасе что это что это значит так подождите я знаю как играть господи музыку заканчивай давай что же как такой тени понял ахерительная музыка вот что я ничего не дышим аль что это было что за фальш старты эс ты сидишь иди сюда иди сюда что значит фальш старты кажется я понял кажется я все понял и я просрал турнамент mortal kombor тур момент просто отдыхает опять не назвали черепаха вы уже сосранцы в общем эта игра вышла в японии 2000 в 1980 году в японии для 23 декабря вышла она под названием running stadium там а у северной америки в руке она вышла под названием stadium events и называлась и вышла на в сентябре 1987 года и по музыкам перестать играть нет охереть просто наверно убивались все просто такой прекрасной музыки а ааа загоняй его ребята смотрите а я смогу давай бежим вообще как вы поняли это просто некое нечто нечто симулирующее виды спорта на олимпийские виды спорта на в этой игре как она управляется на эмуляторе пока не мере нужно 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 перед тем как собственно говоря начать бежать нужно зажать кнопки как бы как бы симулирует то что вы стоите на этом мать и да ну вот на этом мать и на powerpad и соответственно чтобы как бы игра воспринимал то что вы на нем стоите когда вы соответственно начинаете бежать то вам нужно кнопки попеременно нажимать идите какой приз я не понимаю о чем и соответственно кнопки вам нужно нажимать ну если посмотреть так на раскладку вот этого пада то кнопки 5 6 7 8 я не знаю какие конкретно точно нажимать но я не выдержу просто еще раз слушать эту музыку это просто это же просто ад да беги ты уже твою мать быстрее я щас аруслющий позыву я не знаю почему просто игра не работала я запускал ее смотрел тренинг смотрел просто с управлением чтобы понять господи ты побежишь нет уже а подождите мы снова а не смотри тут просто враги сильнее пошли теперь со мной бегает медведь но я его я втопил его и обогнал у меня сколько у меня восемь с половиной метров в секунду скорость охренеть я пальцы себе износило я не знаю как это бегать на коврике но вот такие на такие глаза у тебя потом становится когда когда ты когда ты наконец-то эту игру проходишь а что тут еще есть есть еще один олимпикс а ну давайте попробуем допустим трипл нет трипл пилитрэйш не будем пробовать и лонжам попробуем да идите в задницу я не хочу ничего водить ара придет и меня изнасилует тут еще а вот здесь нужно как бы разбежаться да вот этим кнопкам ты гнуть потом взять и прыгнуть как бы да я правда не знаю как это сделать и потом еще ну-ка я объяснял вам как на клавиатуре играть то есть сначала вы разбегаетесь да разбегаетесь вот на кнопках то есть нажимаете допустим а и д потом их опускаете и нажимать еще в нужный момент иначе произойдет то что произойдет чуть позже вот сейчас на третьем опутки покажу вам что произойдет если на кнопки не нажать это это не знаю каким надо по это какие-то каким надо быть какие должны быть потолки какая-то должна быть прыгучий чтобы вот вот это может произойти если три секунды или полторы секунды не вставать обратно на под я просто не понимаю или не знает от этого спада пролететь как на коврике из и золотина и такая музыка играет как будто меня похоронили серьезно вот это моя могилка с цифрами 123 я думаю вам понятно что это за игра поэтому мы с вами перейдем дальше о господи вот это секс так вот ару слушай надо было сюда принести иначе бы иначе он вообще охренеет эта игра я даже не знаю это не игра это нечто вышло в японии 26 февраля 2000 2000 26 февраля 1987 года а в северной америке в марте 1989 года но я я бы очень пожелал чтобы она не появлялась эта игра на свете она назвала называется dance aerobics я даже не знаю что мы выберем давайте не знаю выберем аэробик студиус я пробовал dance aerobics но я пожалуй аэробик студиус выберу что это все значит студия 15 я может хочу студию 69 но эти студии 5 выберем и на просто нам нужно за ней подбирать действия повторять о давай вдова детка да а да давай оооо ооооо видели какую нектисько уоооо да да я сейчас именно так делаю я просто не могу У меня руки на клавиатуре Ода. Может быть, я не знаю, может, ногами на клавиатуру нажать, чтобы симулировать эти действия. Ну, отлично, я зажал и повторяю. Ай, ай, ай. Я это сделал, да? Знаете, чего не хватает? Здесь только песенки, это. I'm a baby girl in the baby world. All in plastic. It's fantastic. You can brush my hair. And dress me everywhere. Imagination. Love is your creation. Come on, baby, let's go, buddy. О, ха, ха, yeah. Я не знаю, как долго... А не в курсе, что человек не может так долго в воздухе продержаться, как компьютерный персонаж? А-а-а-а! Господи, когда ты закончишься, у меня эта музыка вызывает рвотные позывы. Позы вырвотные вызывает. О, да-да-да-да-да-да-да. Три, фо, сую, бабий, гёрл, жопу, мир, бабий. А-а-а, ладно, все, проехали. Мужику, Китай. Зачем Китай? А зачем мне Китай? А-а-а, это сложно для меня. У меня пальцы к этому не приспособлены. Может, на гамме? Может, на гамме пробовать? Подождите, может, на гамме? Ой, не получилось. Я-я, пожалуй... Не, чудо, аэробик это не мое. Спорт это вообще отстой. Лучше сидеть дома и чесать печенье. Да. Поэтому мы с вами перейдем к следующей игре. Э-э-э... Ну, типа... Я не знаю, что это за такса пробежало, но окей. Она называется Street Cop. Вышла в Японии 31 августа 1987 года. В Северной Америке в Юне 1989. В Японии она называлась Manhattan Police. Э-э-э... Э-э-э... Окей, чувак. На фоне красной кирпичной синины ты стоишь. Хорошо, что не зеленый. Э-э-э... Я надеюсь, все поняли, что я имею в виду. Снэчер Джо! Десять тысяч... Нихрена себе! Десять тысяч баксов! Если мне столько выплатят, то я... То я не буду быть... Не буду полицейским. И... Э-э-э... О, нихрена себе! Он прыгает как-то так. Кнопать на... Бегать на кнопках, соответственно, 5 и 6. Просто надо попеременно нажимать. Кнопками 5 и 6. Так. Ступать в стороны кнопками... Получается 5 и 8, да? Так. Есть что-нибудь еще? Можешь поворачиваться. Кнопками 11 и 12. О, кнопкой 4 бить! О! Хорошо. Вон, видимо, на карте нам... На карте нам нужно идти... А-а-а! Это гипер неудобно играть на... Я буду вот так передвигаться, как кретин! Ой, шоколадка! Нет, шоколадка! А-а-а! Ребята, это просто гипер ужасное управление! Я не знаю, я кирпич подобрал, что ли? Что я подобрал? Давайте, не знаю, убьем кого-нибудь! Я буду настоящим русским полицейским! Начин-начин-начин! Начин-начин-начин-начин-начин! Начин-начин! Он, кстати, стоит и орет на месте, мол... А-а-а! Нет за что! А-а-а! Так, чувак, видимо, вот здесь! Бас-бас! Ну, что здесь делать? да не его бей дебил а он не по яйцам дал вот так всегда это как с русским полицейским ай что а можно еще кида я не знаю и что кинул бекон нет что ты делаешь окей что а что мне нужно сделать ну я подозреваю что чтобы словиться что словить какого-то затранца до окон снова наверху я забил кирам о да детка они за они размножаются что ли почему их так много а да блин но блин это сложное управление просто капец попробуйте сами скачать эту игру на эмуляторе а вот он был и не пробуйте и ай так куда он ушел а он спрятался я забил я забил я забил я забил я забил он еще не забит как у жизни осталось а он видимо сначала это площадь реальный да я могу как марьево бить окей не скажешь от меня я перепрыгнул я его добил какой молодец я гипер крутой полицейский не то что русский отстой а мы с вами переходим в следующий игре вот это спецэффекты только что были слышали это папа у это просто охранительные звуки были и это не называется супер тим games она тоже использует сторону п этого power педа естественно один игрок не знаю меня зовут вот так зачем здесь вводить имя олли джимми джек я я не знаю это что-то это хотя бы имеет что какой-то смысл я не знаю давайте с джеком побегаем твою мать что это господи что что с ними не так ну погнали что они пинают своим пузом окей они пинают своим пузом шары а а что происходит внизу экрана что он делает что что это что это но я думаю чтобы если уничтожать мозг то уж окончательно поэтому и наконец мы оставим с вами последнюю игру которая вышла северной америке декабре 1989 года она называется шоу шорт ордер и как видим мышка принесла экран лиса унесла экран ватта факт ватта факт в этой игре есть эксплоуд и шорт ордер ну знаете мы возьмем с вами шорт ордер они в принципе однообразные игры и в этой игре нужно делать бургеры но вы сейчас поймете как их нужно делать давайте давайте с вами сделаем десять бургеров выбираем историю десяти бургеров эй привет сквик что ты хочешь а не поесть немножко бургеров ватта факт я думаю что все знают эту игру нужно просто повторять за мышь и что она делает пам 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 а что при кстати получается неплохая музыка всегда в таких вот играх а а ААДАВАЙ,ДАВАЙ,ДАВАЙДАВАЙДАВАЙ,ДАВАЙДАВАЙДАВАЙ! ДАВАЙ,ДАВАЙДАВАЙ,МЫШ,ПОСКОРЕИ,ЕЮУБИВАЙ! ДАВАЙДАВАЙДАВАЙ! КАМОН помон!!! Мышара поганая стырза хотела потом она какую-то хер.. АААА hartый хер.. Ладно не будем тупой рыпак зачищать.. Э, э, чё? Алё? Ну, я же что сделал? Окей. Не знаю, что это было. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Не знаю, как это делать на, этом, на пауэрбэде. Можно поскользнуться, упасть и сломать себе череп. Тан-тан-тан. А, нет, 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 два раза. О, нет! Что с ним стало? Это у него челюсть такая? Что с ним стало? Ладно, давайте ещё раз попробуем. Давай-давай, я не хочу тебя на тебя смотреть. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай, детка! Я хочу сделать этот бургер! И запихнуть в этого мышонка. А, смотрите, тут ещё разные последовательности. Тан-тан-тан. Музон клёвый. Лучше, чем у Скриликса. Я дам время подумать. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Блин! Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. А, я сейчас забуду всё нахрен. А-а-а-а! Фух, я смог. Надо ещё два- ещё два раза продержаться. А-а-а-а! Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну, сейчас здесь всё идёт как-то по перекрестью. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Всё, я сделал. Чё, нет ещё? Не это, а куда? Фу, я это сделал Мышонка разорвала в мясо кровища кишки Всем до свидания, это был 11 выпуск ретро-демо-шоу Я не ответственный за смерть этого мышонка Субтитры сделал DimaTorzok